Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 6 сентября, и давайте посмотрим, с чем у нас начинается текущий торговый день. Ну и перед началом я также напомню, что и обобщу несколько то, что мы будем сейчас смотреть. Рынки корректируются перед ожиданием публикации данных по количеству вновь созданных рабочих мест и сельского хозяйства. Показатель, который известен как Non-Farm Payrolls, этот показатель публикуется каждую первую пятницу и, соответственно, завтра он будет опубликован. Также мы будем вести онлайн-трансляцию с комментариями от Фредерика. Ну а теперь давайте посмотрим, что мы видим на текущий момент на коррекции по основным инструментам. Пара евро-доллар вчера смогла закрепиться и сегодня в первой половине торгового дня выше максимальных значений, которые были зафиксированы 3 и 4 сентября, что в рамках часового таймфрейма дает некоторую остановку в нисходящем движении в сторону основного тренда. В среднесрочной перспективе коррекция здесь может быть вполне до уровня 1.1691, что не поменяет текущей нисходящей тенденции. Поэтому ожидаем завершения данной нисходящей коррекции, которая наиболее интересна завершению вблизи уровня 1.1694 и, соответственно, продолжение снижения до отметки 1.1493. По паре британский фунт-американский доллар вчера мы увидели стремительный рост. За день волатильность составила порядка 200 пунктов по данному активу. Закрепились выше максимума, которые были зафиксированы 4 сентября, что в рамках часового таймфрейма переводит фазу восходящего движения. В рамках среднесрочного таймфрейма, в частности, 4-часового, тенденция нисходящая все еще остается в приоритете, по крайней мере, до тех пор, пока мы торгуемся ниже уровня 1.3030. Цели по снижению остаются прежними, это отметка 1.2644. Ну и, собственно, будем ожидать завершения данной коррекционной формации и продолжения нисходящего тренда. По паре американский доллар, канадский доллар, в отличие от тех инструментов, которые мы только что разобрали, здесь тенденция не меняется, как началось восходящее движение 30 августа, так и до текущего момента оно и сохраняется. Цель восходящего движения – обновление максимумов 5 и 4 сентября, которые были зафиксированы по цене 1.32 и движение дальше по направлению 1.3270. По паре американский доллар и японская иена в рамках часового таймфрейма мы также видим начало нисходящей коррекционной формации, закрепились ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, но не ушли ниже минимальные значения, которые мы видим 4 сентября. Данный уровень является более важным для среднесрочной формации, поэтому, опять же, в рамках часового таймфрейма мы видим начало коррекции, завершение которой также может послужить интересной точкой для присоединения в сторону основного тренда, соответственно, на покупку по паре американский доллар и японская иена с целями роста до 112.43. По паре австралийский доллар и американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется, цели по снижению остаются прежними, движение в области 0.69-0.70. Ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимальных значениях 5 сентября, который был зафиксирован по цене 0.72.19. По паре евро-фунт вчера мы также увидели пробитие минимальной значения 4 сентября, что в рамках часового таймфрейма дает некую остановку в восходящем движении, которое у нас началось 3 сентября, но общее направление сохраняется в восходящем, поэтому ждем завершения данной нисходящей информации. Этому послужить может быть обновление максимальной значения вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 0.90.52, но это в свою очередь подтвердит продолжение восходящего движения по паре евро-фунт с целями до 91.45 и до 92 соответственно. По золоту сегодня с утра мы также видим торговлю выше максимальной значения, которые были зафиксированы вчера, что в рамках часового таймфрейма точно также говорит нам о начале коррекционного восходящего движения, но среднесрочный уровень находится на отметке 1203 доллара за тройскую концу. Пока торгуемся ниже данного уровня, в среднесрочной перспективе снижение по золоту остается в приоритете. Ну и цели по снижению это область 1183 и 1156, цель среднесрочная. По нефти марки Brent начинается коррекционное нисходящее движение, которое мы также отмечаем. После пробития минимальные значения 4 сентября, это мы видели вчера. Ну и собственно тенденция на коррекцию по нефти у нас формируется. Цели по снижению движения в область 75.80, ну а возврат к покупкам будем отслеживать в том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться выше максимальной значений, которые были зафиксированы вчера по цене 77.85. Ну и обновление максимальных значений последних торговых сессий на уровне 79.50 даст подтверждение продолжения роста с целями до 81.82 соответственно. По индексу DAX сохраняются тенденции нисходящие от цели по снижению до 11800. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы по цене 12228. Ну и биткоин вчера закрепился ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 4 сентября по цене 7182, что в рамках часового таймфрейма сначала нас перевело в фазу нисходящего движения по данному активу. И далее уже сегодня мы пробиваем и среднесрочный уровень, который был отмечен по цене 6730, что говорит о вновь начале нисходящей коррекционной формации по биткоину. Цели по снижению это область 5780, возврат к покупкам будем отслеживать после обновления. Максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 7353. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на наш канал и не пропускайте следующие видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.